Девушки отдыхают Девочка, Девочка, ты меня слышишь? Я сейчас скорую вызову. Девочка, родная. Кира! Алло, скорая? Нас авария. Простите, в каком смысле отбить? В прямом. Увести. Нина влюблена в Мишу. Она никого вокруг даже не видит. Я ей пытаться не буду. А ты попробуй, у тебя получится. Как? У них конфетно-букетный период. Любой, кто между ними сейчас встанет, обречен на провал. А ты знаешь, ты себя недооцениваешь. Я видела, как вы с ней общаетесь. Ты ей очень нравишься. Это было сделано специально, чтобы заставить Мишу ревновать. Слушай, ну я не думаю, что я тебе буду объяснять такие элементарные вещи. Любой мужчина может отбить любую женщину, если захочет. Прекрасно. Но я на это не способен, извините. Стоять. Сделаешь это для меня. Я в долгу не останусь. Я тебя щедро отблагодарю. Мы идем, и ты иди вперед, нам по пути. И солнце светит в лицо, и ветер в спину нам летит. Дали, нет, дали, не дали, дали. Спали местами, не стали листами, но не перестали. Дорога на газ, рука без руля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Открыты все мосты, и догорает желтый свет. Но выхода нет, но, но выхода нет. Поехали. Погнали вперед. Поехали. Дорога ведет. Поехали. Машина поет. Поехали. Назад уже никто не повернет. Поехали. Мне больше не к кому обратиться за помощью. Конечно, я тебя слушаю. Пожалуйста, только не считай, что я сумасшедшая. Хорошо. Мне надо, чтобы ты какое-то время изображал моего парня. Что? Мне надо, чтобы думали, что я не одна. Кто думал? Глеб, я запуталась. Я не знаю, как из всего этого выбраться. Мне будет легче тебе помочь, если я буду знать, что происходит. Я никому ничего не скажу. Обещаю. Об этом никто не знает, даже моя близкая подруга. Прости, это может быть опасно, я не должна была тебя в это втягиваться. Уже втянула. Рассказывай, давай. Ты должна денег. Глеб, я беременна. Он женат. Требовал, чтобы я сделала аборт. Я сказала, что я все сделала. Я его знаю? Да, это Ларин. Ты меня ненавидишь, да? Я почему? Глеб, это... Это не из-за денег. Мне плевать на его деньги. Я его действительно любила. Он говорил, что бросит жену, что она терпеть не может. В общем, я поверила басне, которой верят миллионы женщин. А Ларина знает об этом? Догадываться хотела? Прости, что я все это тебе рассказала, я не имела права... Да нет, подожди. Подожди. Я ничего не обещаю, но постараюсь тебе помочь. Спасибо. Позвольте поинтересоваться, а зачем вам это надо? Миша хороший парень. Нина его любит, а они счастливы. А я не хочу, чтобы она связывалась с музыкантами. А чем я лучше? По-моему, я еще меньше вам в зитя подхожу. Мне лет больше, живу в школьном общежитии, подрабатываю барменом. У Миши вон хоть папа серьезный. Конечно, ты не годишься мне в зитя. Ты меня вообще не слышишь, что я тебе говорю. Боже, упаси тебе иметь отношения с моей дочерью. Все, что тебе нужно сделать, это отбить ее у Миши и разрушить их отношения. Вот и все. Ты получишь за это деньги. Теперь ты понял? Миша хороший парень. О, господи. У меня так болит голова. Я, наверное, ударилась. Ты совсем ничего не помнишь? Нет, почему я помню. Я собирала вещи. Потом позвонила тебе и... Все. Ты вчера сбила человека. Ты что, шутишь? На моей машине. Села за руль и газанула. О, господи. Ты действительно ничего не помнишь? Нет. Подожди, а этот человек, у которого я, он... Он жив? Да. Слава Богу. Кошмар какой. Саш, меня посадят? Ой, не знаю. Не знаю, я, конечно, сделаю все, что смогу, но я не знаю. Вчера мне удалось там взамен делать, чтобы тебя отпустили, понимаешь? Ну, не знаю, надолго. Не знаю. Сегодня что, пятница? Нет, суббота вроде. А, тогда я дальше спать. Вставай, у нас в факультативу сегодня. Ой, блин, только не это. Давай, давай, вставай. Ну, скажи всем, что я умер. Слушай, а как ты думаешь, девчонки уже проснулись? Ну, Галя наверняка, она же всегда раньше всех стояла. А при чем здесь Галя? А ты что, допустим, я вчера ничего не заметил? Ничего и не был. Елена, скажи, ты все это мучаешь ради того, чтобы с ней встречаться? Для того, чтобы она тебе ЕГЭ дала списать? Слушай, хорошая пора фигню, а? А что, я, в принципе, оба варианта полностью одобряю, да? Чья бы корова мучала. Кто вчера с Юлей танцевал? Думаешь, на пятерку заработал? Да не, я с Юлей танцевал ради удовольствия. Юля, кстати, между прочим, очень приятная девушка, когда не за учительским столом сидит. Да ладно, заливать, я все понял. Чего ты понял? Ты просто стрелки перевел. Да ты хорэ орать, а? Субботы все-таки. Люди спят. Люди работают. Я отец Кирилл Мишин. Скажите, как она здесь чувствует? Мы справок не даем. А обхода еще не было, так что все вопросы к дежурному врачу. А что вы здесь делаете? Я жду, я отец. А кто вам позволил здесь находиться? Вы мне позволили вчера. Я? Что-то я не помню. Девушка, простите, можно ли я и на минуточку? Туда нельзя. Мне к вам просьба будет, если будут какие-нибудь новости, мне сразу скажите, хорошо? Хорошо, конечно. Спасибо. Спасибо вам, девушка. Спасибо. Нет, чтобы куда-нибудь на запад уехать. Чтоб я хоть поспала немного. Так, нет. В Анадыр. Разница во времени девять часов. М? Легка, напоминай, не стерва. Да, Оксана Мироновна. Да, как вы там, в Анадыре? Ну, конечно, не Багама. Держитесь, скоро это все закончится. Да, да, сейчас все передам, все сделаю. Угу. До свидания. Что б ты осталась там в этом Анадыре? Ммм. Миша, Миша, вставай. С тобой все в порядке? Я сплю. Ну, я вижу. А почему ты спишь здесь? Ты выпил? Я не пью. Молодец. Нет, если ты хочешь спать, так иди к себе в комнату. Тут все-таки гостиная, а не лежбище. О, мне и так мало спать осталось. Ну, 10 минуточек еще, да, я полежу и все. Ну, а почему ты спишь в одежде? Пап, ну, все в порядке. Ну, я просто вчера поздно пришел, шуметь не хотел. Ну, 10 минуточек еще полежу и все, посплю. Ну, можно? Ну, дай, пожалуйста. Скажи, домашнее задание ты больше не готовишь? Вчера тебе как-то было явно не до него. Ты что, меня теперь контролировать будешь, что ли, а? Нет, ну, просто выпускные экзамены на носу, а ты как-то уж слишком расслабился. Пап, сегодня у нас факультатив, вокал и гитара. Все, уроков никаких нет. Успокойся. Все, мое дело, предупредить. Вчера была чудесная вечеринка, не правда ли? Да, с звичами они отлично придумали, конечно. Ты что, не знаешь, это они не придумали, просто электричество отключили. Правда, что ли? Да. Вот Гуцул так выкрутился. Да, талант. Между прочим, Гуцул нравится очень многим девчонкам. Вот моя соседка Жанна, которая жила до тебя, с ним встречалась. А до этого он встречался с Полиной Зеленовой. Слушай, давай не будем копаться в чужом белье. А потом, когда Полина... Это Рома, можно войти. Занято. Ну, что ты говоришь, это же Рома. Конечно, заходи. Привет. Привет. Слушайте, извините, что я так рано. Да ничего. Вообще-то я сплю. Извини, я разбудил. Ну, ладно тебе. Я на секунду, тут такое дело. Короче, Кира куда-то пропала. Вчера весь вечер звонила ей на мобильный, на домашний, трубку никто не поднимает. Я подумал, может, она у вас ночевала? Нет, мы не видели. Ну, что ты панику разводишь? Куда она могла деться? Нет, ну, странно это все. Мы каждый вечер переписываемся смс-ками перед сном, а вчера ничего. Ну, подумаешь, устала, уснула. Ну, может, обиделась на что? Да нет, у нас все хорошо. Я просто боюсь, что с ней что-нибудь случилось. Только что было у ее дома. Но в домофон не стал звонить, родителей будить неудобно. Как вы думаете, с ней все в порядке? Я тебе приготовила твои любимые гренки с сыром. М-м-м, я трону, спасибо. Ты что, не рад? Я. Что-то случилось? Ну, ничего, что может быть неинтересно маленьким девочкам. По-моему, ты со мной всегда всем делился, даже когда я была маленькой девочкой. Я тебя прошу, давай без расспроса. Я плохо спал, скверно себя чувствую. Наверное, из-за погоды. Слушай, погода отличная. Посмотри, какое солнце на улице. Вот именно солнце, значит, давление высокое. Ты зачем меня просил приехать? А, мне нужна твоя помощь. Я Миша собираюсь сделать подарок. И, ну, Миш, я тебе про него рассказывала. А по телефону этого нельзя было выяснить. А ты что, не рад меня видеть? Мы с тобой две недели не виделись. Я рад, солнышко, рад. Просто я очень устал. О, ну так давай устроим тебе выходной ради меня, ради твоей единственной дочери. Так, все. Ты не будешь теперь думать о неприятном. Будешь думать только обо мне. И мы с тобой устроим праздник непослушания. Праздник непослушания. Да, мы будем делать все, что нам не разрешает мама. Есть мороженое на улице, долго не ложиться. И, кстати, давай съездим в фру-фру. Родная, ну ты же знаешь, почему мама не хочет, чтобы ты каталась на лошади. После того, что случилось. После того, что случилось, прошло сто лет. И ты прекрасно знаешь, что это была чистая случайность. Я хорошая наездница. Знаю, родная, знаю. Ну вот, я хочу туда пригласить Мишу. И хотелось, чтобы ты мне помог выбрать ему костюм, ну и все, что нужно. Да-да. Что случилось-то? Да небось, опять Ларина что-нибудь отколола. Жизнь на каруси. Саша, закрой, пожалуйста, дверь. Ребята, у меня для вас новость не очень хорошая. Только что звонил Валентин Григорьевич Мишин, это папа Киры. С Кирой случилось несчастье. Ее сбила машина. Она жива? Жива. Она в реанимации. Блин, ну, я так и знал. Ну, просто ездят одни идиоты на дорогах. Он, наверное, скрылся еще с места происшествия, да? Николай Павлович, а как это случилось? Я не знаю. Валентин Григорьевич был немногословен, так что я... Я не знаю. Это... Это я во всем виноват. Я не должен был оставлять ее одну. Что ты говоришь? Ты тут вообще ни при чем. Я вот что хотел сказать. Если кто-то из вас решит пойти к ней в больницу, хочу вас предупредить, что в реанимацию все равно никого не пускают. Но если кто-то решит, я напишу освобождение от занятий. Мы пойдем. Мы все равно пойдем, Николай Павлович. Ну, хорошо. Кого там еще принесло? Слично. Ой. Здрасте. Ты кто такой? А я это... Иван Тюрепанов. Ну, меня отчислили, а теперь вот, восстановили. Ну, а тебе здесь-то что нужно? Ну, пап, я хотел пораньше с утра заселиться, а комната мальчиков закрыта. Ну, и что делать? Пришел сюда, а девчонок что-то нет. А ты кто? Коль в пальто. Комната мальчиков, значит, закрыта, решил сюда припереться. Нормально вообще? Эээ, ну, я хотел душ принять. Слушай, иди к директору, к завхозу, куда хочешь вообще иди, а меня оставь в покое, дай мне выспаться. Ясно. Сумку можно оставить? Нельзя. Дверь открыта. До свидания. Я вам пишу, чего же боли? Что я могу еще сказать? Ой, я не заметила, как вы вошли. Да, это потому, что у меня легкая походка и кроссовки на мягкой подушке. Да, походка у вас действительно легкая. Да, вы знаете, это все спорт. Все спорт. Это и образ мысли, и образ жизни, и вы тоже это очень скоро поймете и почувствуете, когда начнете следовать моим советам. А я уже начала, Заур Нахапетович. Если бы вы увидели, какой я купила себе новый спортивный костюм. А, это только начало. Да, мне кажется, мы с вами только в начале пути. Вы знаете, я вам принес то, что я обещал. Вот. Спасибо. Я так тронута. Вы знаете, это специальная мазь на основе желудка акулы. Она очень хорошо разогревает мышцы. Хотя я бы вам, конечно, после тренировок рекомендовал сауну. Это эффективнее. Сауну? Вы предлагаете сауну? Ой, я согласна, это прекрасно. А когда? Ну, как когда? Да, по всей работе. А, и чем вы предлагаете нам заниматься? Нам? Я вам предлагаю заниматься спортом. А я им уже 20 лет занимаюсь. Физкульт, привет. Спортом? Мама. Мы еще посмотрим. Ой. Да этот воск не оттирается. А ты ножом. Со скреби. А я по-вашему что делаю? Ну, раз ты такая умная, значит, мои советы тебе не нужны. Нет. Я не понимаю. Я что, рыжая самая, а? Ну, никто сегодня не явился на работу. Ни один человек, ни бармены, ни официантка вторая. Прям покалипсис какой-то. Ну, зато вечер был отличным, по-моему. Ничего хорошего я в этом вечере не заметила. Ночью работать еще хуже, чем днем. Надежда, ну, почему ты такая ворчунья? Если тебя не видеть, можно подумать, что ты столетняя, извини, бабушка. Спасибо вам, Виктор Леонидович. Вот только ваших комплиментов сейчас не хватало. А ты не возмущайся. Мотай на ус. Нет, мне что, дома проблем мало. Он на хлебника покормить не могу. Тут еще бы. Ну, ничего. Я учту ваши пожелания. Степан, я же тебя не так часто о чем-то прошу, Степ. Но тебе же стоит слово сказать, и дело будет замято. Да я, да я все понимаю. Ну, неужели ничего нельзя сделать? Она больна, понимаешь, Степа? И она ни в чем не виновата. Ну, я перед тобой в долгу не останусь, Степан. Ты же знаешь меня. Хорошо. Хорошо, я буду ждать звонка. Все, давай, пока, до связи. Пока. Саша меня посадит. Руднив сказал, там такой шухер подняли. Что он боится уже потерять вагоны. Значит, посадят. Дина. Я сделаю все, что смогу. Я обещаю тебе. Да нет, пусть сажают. Туда мне и дорога. Знаешь, ночью б я сама разбилась. Да, да. Ирина Крич, можно? Что? Что-то срочное? Да. Не знаю, что нам на факультет собирается финансфекция с плановой проверкой. Ну, я знаю. Так и пусть собирается. Ну, пусть собирается, но ведь они могут нагрянуть в любую минуту. Надо как-то подготовиться. Ну, простите, мы готовы. Юрий Аркадьевич, я понимаю, но, может быть, все-таки вы мне можете что-то вот сказать, чего я не знаю. Может быть, есть какие-то у нас проблемы, которые необходимо решить загодя. Все-таки я ваш зам. И если что, отвечать нам обоим. Послушайте, Петр Ильич. У меня проблем нет. Может быть, они есть у вас, и вы мне не хотите об этом сказать. Да что нет. У меня все, как всегда, лучше всех. Ну, вот прекрасно. Тогда давайте расслабимся и забудем о проверке, как будто ее нет и вовсе. Да? Хорошо, я понял. Конечно, тем более у нас очень много срочных дел. У нас вон вступительный экзамен у нас. Да и заседание кафедры, которое начнется совсем скоро. Да-да, я все понял. Хорошо. Здрасте. О, Боже. Можно я вот посижу? Чего, такая большая сумка? Собрался куда-то. Да я в школу ездил, хотел заселиться. Там никого нету, все на ушах, даже сумку негде поставить. Правильно, кому ты там нужен? У тебя нет никакого права жить в общежитии. И Савченко тебе на это, по-моему, добро не давал. Это лишь вопрос времени. И он, между прочим, меня бы одного на улице не оставил. А почему у родителей ты не хочешь жить? Да, долго добираться, два часа до школы. А я поспать требую, понимаете, а там вставать все такое ранее. Мы разбаловали их, надо сказать. Я помню, мы в институте вставали в шесть утра. Разминка, пробежка, другие дела. Я не создан для трудной жизни. Это видно. Виктор Львович, я создан для удовольствия. Это чувствуется. Вы послушайте, как брешет, а? Сначала вдовь селился на хлебника, теперь выезжать не хочет. Давай, бери свою сумку и чеши в школу. Слушай, не помню, когда в последний раз в парке гулял. Ну, наверное, в прошлом году, когда мы с тобой ездили в Крылатское кататься на сноубордах. Я тогда на каникулы приезжала, помнишь? Точно, да. А потом мы ездили в Линн и на чистые пруды, потому что мы так проголодались. Слушай, если бы ты, я бы, наверное, вообще на природу не выбирался. Машина, работа, рестораны. Дом? Да, точно, дом. Вот некоторые заводят тебе собаку, чтобы с ней гулять, а у тебя для этого есть дочь. Ну, скажи, у меня же лучше собаки. У меня вообще самое лучшее. Вот тебе нереально со мной повезло. Согласен с каждым твоим словом. Ты знаешь, я как-то очень всегда жалела, что вы с мамой не родили мне ни братика, ни сестричку. Я бы, знаешь, как его или там ее любила. Я бы была самой лучшей старшей сестрой в мире. Ну, ты же знаешь, мам, я для этого не хотела, а сейчас уже все. О, что все? Сейчас еще и позже рожают. Я бы на ее месте забила на эту музыку и родила бы маленького. А? Как ты думаешь? Мне кажется, ей это на пользу пойдет. Ну, и дома было бы повеселее. Ну, ты что, не хочешь еще ребенка? Папа, я не понимаю, ты самый лучший отец на свете. Хочешь, я с ней об этом поговорю? Нет, не стоит. Ребят, ты знаешь, у нас сейчас с мамой не самый лучший период, и мне надо самому о всем разобраться. Ну, да, наша мама, конечно, не сахарная, но ты знаешь, она тебя очень любит. Она просто не умеет показывать свои чувства. Да. Да, я верю. Ну, это случилось вчера вечером, не зря Рома так переживал. Ребят, ну, я не знаю, мы должны найти его. Ну, он не должен разгуливать до свободы. Саня, отличная идея. Только как это сделать? Ребят, как она? Ну, непонятно. Надо ехать в больницу, тогда мы все узнаем. Так а что, Савченко же отпустил. А кто поедет? Решайте сами, кто поедет. Ну, у Ромы понятно, вот я тоже. Можно я тоже? Если никто не против, я тоже пойду, у меня дела. Никто не против. Ну, а те, кто остается, занимают свои места, мы начинаем занятия. Эй! 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 Здравствуйте, здравствуйте. Вы что-то кричите? Простите, пожалуйста. Простите. Как там дочка? Ну, в себя пришла. Слава Богу. А что врач говорит? Он как раз сейчас у нее выйдет, и вы поговорите. А можно мне одну минуточку? Нет-нет-нет, туда никому нельзя, в реанимацию нас не положено. Сейчас-сейчас-сейчас-сейчас. Пожалуйста, я вас очень прошу. Не-не-не, перестаньте. Девушка, я ваш коллега, я работаю в МЧС. Даже если бы вы были там самым главным начальником, я бы вас все равно в реанимацию не пустила. Потому что здесь вы родственник пациентки, а родственникам у нас не положено реанимацию. Может, все-таки сходишь со мной? Да нет, куда мне? Мам, ну я же тебе говорила, салон красоты для женщин любого возраста, а не только для молодых. Такая женщина моего возраста согласится тратить такие деньги. Мам, ну я же тебе говорила, я тебя приглашаю. Придешь, там тебе пилинг сделают, массаж, обертывание. У меня дела. Да ну, и какие же? Да так, ничего особенного. Ну, я хочу в школу сходить, поблагодарить Николая Павловича. Мам, ты такая у нас прям вся деловая. Ну что, человек участие проявил и на такое хамство нарвался. Прекрати, за отца ты не отвечаешь. Я бы на твоем месте вообще никуда не ходила. Ну, я на кухню загляну там. И вообще, он же сказал, что я могу вернуться поваром, когда поправлюсь. Угу. Они прям спят и видят, когда ты вернешься. Мам, каникулы на носу летние. Кому нужен повар? И раз, и два, и три. Давай, никаких перерывов. Давай, и раз, и два, и три. Ну. Все, Боже, не могу. Чем это так воняет, а? Дышать невозможно. Не знаю. Может, и столовой тянет. Так, давай, теперь упражнение для верхней группы мышц. Отжимания. Давай. Будь здоровым. Спасибо, давай. И раз. И два. И три. И так тридцать раз. Тридцать? Давай, Петя, давай, пятнадцать. Давай, ты можешь. Можешь. Чем же это так воняет, а? О, я думала, кто так тупает, это вы, Елена Петровна? Я тупаю? У меня спортивная походка. А у вас? Чего-то не замечала. Ничего, скоро увидится. Так, я должна проверить наличие инвентаря и продукта. Э, с какой стати, пардон. Вообще-то, это мои обязанности. Я могу пройти на кухню? Елена Петровна, я вам все перечислю, что нужно. Значит так, у меня восемнадцать кастрюль, три чайника, триста семьдесят пять вилок. Стоп. Вилки, кастрюли и продукты я должна пересчитать сама. Елена Петровна, вы что, мне не доверяете? Любовь Кирилловна, а чего вы так взъелись? У вас чего-то не хватает? Можешь не могу. Хорошо. Тихо, давай. Делаем перекаты, смотри. Ноги на ширине плеч, делаем перекаты. Сначала налево, потом вправо. Слушай, это же Лена подарила. На двадцать третий февраля. Так вот над чем пахнет. Что ты имеешь против моего одеколона? Я ничего не имею против твоего одеколона. А моя аллергия имеет. Я же аллергик страшный. У меня пару раз доходило до отека квинки. Я чуть не умер пару раз. Да будь ты здоров. Здоров. Конечно же, все заслуги всегда принадлежат Лариной. В проблемах виновата одна я. Что, случилось? Нет, ничего. Как дела? Пока не родила. Все нормально. Как прошла вечеринка со свечами? Говорят, было забавно? Ну да. Душевно посидели. Жаль, что я только сегодня об этом узнала. Вы меня совсем перестали звать. Ну, прости, я как-то не подумал. Очень бы хотелось попасть к вам на концерт. Ты мне скажи, пожалуйста, когда будет следующий. Да, непременно скажу. И когда будет ближайший? Я не в курсе. Как только узнаю, сразу тебе сообщу, обещаю. Так, мне надо бежать, у меня урок. Урок. Здравствуйте. 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 Валентин Григорьевич, как? Ничего, ничего. Хорошо. Нам Николай Павлович сказал, мы сразу отпросились. Вы ее видели? Как она? Ничего, она пришла себя на ночь в реанимацию. Как все произошло-то? Она ночью переходила в дорогу, ее сбил в машину. А водитель? Водитель скрылся. Валентин Григорьевич, я должен был проводить ее вчера, да? Рома. 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 Я никому ничего не должен. Случилось то, что случилось. Мы единственное, что можем сделать, это сейчас дождаться, пока она спустит к ней в палату и сказать ей, как мы ее любим. Привет. Ты бежала? Нет, тебе показалось. Нет, ну я же видел. Тебе показалось. Жалко мне на свидание. Отпустим, нормально. Господи, еще ни одна девушка не бегала ко мне на свидание. Я просто очень опаздываю и чуть-чуть ускорила шаг. Кстати, нам сегодня нужно много чего успеть. Господи, сама Нина Ларина бегает ко мне на свидание. Это потрясающе. Ну ладно, ладно, прости, прости меня, пожалуйста. Ну извини, извини, все. Ты неисправимый, идиот. Ладно, пойдем к нейтром. Куда мы едем? А вот это сюрприз. Слушай, ну скажи мне, а то я сейчас умру от любопытства. Ну ничего, потерпи. Гуцу пишет, куда мы едем, хочет что-то передать. Метро, шоссе, энтузиастов. Ну ты знаешь, если честно, я сегодня не хочу никого видеть, кроме тебя. Пойдем. Здравствуйте, Петр. Как здоровьица? Здравствуйте. А мы что, знакомы? А вы меня не помните? Помню, конечно. Только смутно. Я мама Тони Петровой. А вы на 8 марта были в японском костюме. Точно. Точно. Здравствуйте, мама Тони Петровой. Я Татьяна. Татьяна, я помню, я помню. А вы, так сказать, поправились? Да, и вот хочу вернуться на работу. А вы ремонт, что ли, сделали? По-моему, стены были другие. Ну вот, знаете, как раз стены это не коснулось. Но кое-какие изменения есть. Да? Да. В общем, она была в стельку пьяная. Садись. Не успела глянуться. Она села за руль и газонова. А там как раз дочка шла из школы. Кто милицию вызывал? Скорая. В трубку дуло? Да. Но мне сразу же удалось договориться. То есть у них зафиксировано, что она трезвая? Да. Свидетели были? Толпился там какой-то народ, но я не обратил внимания. Скорая, сам понимаешь. Вот это очень плохо. Потому что если у них значится, что она трезвая, а свидетели покажут, что пьяная, это большие проблемы. Так чего делать-то будем? Не знаю. Марат, ты должен все это решить. Значит, делаем так. У меня в подмосковном санатории есть знакомые. Они мне оформят пребывание задним числом. Типа Дина проходила у них курс лечения с сильными антидепрессантами. Они влияют на поведение и вообще. Я тебя понял. Держи. Бери сколько надо. Сейчас пин-код запишу. Конфеты, чтобы подсластить жизнь. Вино. Если по чуть-чуть, то можно. Французы вон каждый день пьют. А это, это шарлотка. Сейчас. Собственное изготовление. Сейчас авитаминоз, весна. Тут яблоки, витамины. Татьяна, зачем вы все это? Ну как же, вы же ко мне приходили, навещали меня, столько всего принесли. А я тоже вам хочу что-нибудь приятное сделать. Спасибо. Спасибо. Тогда мы так сделаем. Я сейчас чай приготовлю. И вместе попьем чай, съем конфеты, шарлотку и вино. Нет, нет, мне нельзя. А мы по чуть-чуть, как французы. Все равно нельзя. Ну оставим тогда. До лучших времен. Как-то разрешат. Привет. Привет. Здорово. Ну что, как? Куда идем? Куда идем? Ты же хотел что-то передать. Ну, вообще мы собирались на оконную прогулку. Вот это да. Это же моя мечта. Я всегда хотел записаться в клуб, и никогда не было времени. И реально все детство мечтал быть мушкетером. Ездить верхом на лошадках, как д'Артаньян. А ты, кстати, на него похож. Правда? Ну да, что-то есть. Я рад. Слушайте, ничего, что я здесь, я не мешаю вам. Нет. Миш, ну ты чего? Ты вообще-то мне обещал какой-то сюрприз. Миш, перестань, это неприлично. Ты считаешь, это нормально? Если хочешь, пойдем с нами. Можно, правда? Ну да, там лошадей на всех хватит. Миш, Ган, ты не против? Да нет, он только за. Ну, отлично. Тогда один за всех и все за одного? Ну вот идите вдвоем, у меня дела. Миш, ну подожди, ну куда ты? Послушай, ну что такого страшного, если гуцел упадет с нами? То нельзя, и это нельзя. Ну, зато на природе гулять можно. Это я буду иметь в виду. Еще готовить можно. Работать, в смысле. А, кстати, вам врачи-то разрешили на работу выходить? Или еще не скоро? На самом деле... Вы знаете, давайте не будем о работе, а? Давайте посидим с вами, как старые, ну, я хотел сказать, старинные добрые приятели. Ну, давайте. Я вот этот чай очень люблю. Тут особая заварка должна быть. Все дело в кипятке. Вот есть такое понятие, белый кипяток. Это чтобы не до конца кипяток скипел, а когда будет много-много белых пузырьков, и кипяток как будто белый. Ты заливаешь, и если чай всплывает, то это значит хорошая заварка уже. Детский сад какой-то. Ты чего, как маленький? Слушай, а может, ты ревнуешь, а? Может, ты отелло? Миш, ну, не могла же я его прогнать. Тем более, это ты сказал, где мы. Послушай, ну, ну, пускай пойдет с нами. Слушай, вообще-то я рассчитывал, что мы сегодня побудем с тобой вдвоем, вместе. И ты мне обещала какой-то сюрприз. Ну, да, но теперь он здесь, и мы должны взять его с собой. Да зачем? Ну, а может, я люблю ходить в окружении поклонников. А, любишь ходить? Ну, вот и ходи, только без меня. Слушай, ну, что ты опять начинаешь? Ну, вот лично я никакой проблемы не вижу. А, ну, конечно, я же совсем забыл. Ты из высшего общества. Ты привыкла, что тебя окружают толпы поклонников, да? Слушай, тебе не надоело? Ты зациклился, как дурак, на какой-то ерунде. Слушай, вот он не дурак. И с удовольствием проведет с тобой время. Прекрасно. Хорошо. Я иду гулять с ним, а ты стой здесь и дуйся на весь мир. Привет. 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 Я подумал. И? Знаешь, мне это не очень близко и понятно. То есть я не уверен, что это лучший способ решить проблему. Да, то есть ты пришел сказать мне нет. Нет. Если ты уверена, что это тебе поможет, я попробую. Тебе не придется делать ничего такого. Просто подыграешь пару раз. Ладно, договорились. И это ненадолго, неделю, максимум две. Хорошо. Скажи, а твоя девушка не будет против? Мэй, а кто? Я никогда не поверю, что у такого парня, как ты, нет девушки. Ну, придется поверить. Ничего, скоро кого-нибудь найдешь. Ну, я не уверен. Это раньше влюбиться ничего не стоило. А теперь, чтобы возникли настоящие чувства, должно произойти что-то из ряда вон выходящее. Наверное, это возраст. Да ладно, у нас еще все впереди. Да, хочется верить. Ну что, сегодня суббота. Может, сходим куда-нибудь? У меня приглашение. Заварись. Может, в клуб? Да, джаз послушаем. Ты джаз любишь? Да. Я тоже. Есть одно место, оно тебе понравится. Мы с тобой будем слушать музыку весь вечер. А потом уедем к тебе. Ну, как ты? Не спрашивай. Давай чайку, а? Лучше сразу веревку и мыло. Ну что ты, Дима. Знаешь, мне хуже никогда не было. Я очень много поняла про себя. Я ужасно виновата. Ну, перестань. Саша, я хочу найти этого человека. Я хочу пообщаться с ним. Я хочу попросить прощения. Я хочу помочь. Дин. Послушай меня. Ты должна пройти курс лечения. Так дальше продолжаться не может. Да, я понимаю. Я клянусь, я никогда больше не буду пить. Потому что, потому что хуже уже быть не может. Понимаешь? Добрый день. Здравствуйте. Гражданка Мишина Дина Игоревна здесь проживает? Здесь. А в чем дело? Где она? Проходите. Гражданка Мишина Дина Игоревна. Да, это я. Вам придется проехать со мной. Это невозможно. Это невозможно, я сейчас позвоню своим адвокатам. Гражданка Мишина, вы помните, что вчера в 21.10 по адресу Весенний бульвар 21 вы сбили человека. Дина не отвечаема. Он не имеет права. Да, я помню. Очень хорошо, что помните. Значит, возможно, вы были не настолько пьяны, как утверждают ваши соседи. Впрочем, они уверены, что вы так и не поняли, что сбили собственную дочь. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok